Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Экзигет пришел вопрос. Как воспитать в себе благодарность к Богу и людям? Действительно, в послании к фессалоникийцам, в первом, в пятой главе, апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Иисусе Христе. То есть воля Божия такова, чтобы за все человек научился благодарить. Более того, в Евангелии от Луки есть рассказ о десяти прокаженных мужах, которые просили у Господа исцеления. Они не могли подойти близко ни к селению, ни к Христу с учениками, и прокаженным было это запрещено под страхом смерти. Они кричали издали. И Господь сказал им, идите покажите священникам. Что это значит? Дело в том, что от проказа никто не мог вылечить тогда, кроме Бога. И засвидетельствовать именно чудо исцеления должен был священник, скажем так, по месту жительства человека. И веры у них хватило, чтобы не спорить, не впасть в уныние, не сказать, ну что это, просто он слово нам сказал. Они пошли по своим домам, и по дороге постепенно они получили исцеление. Такова была их вера. И только один вернулся, самарянин, припал к ногам Иисуса. Он не побежал к своему дому, к своим родным, сказать, что вот я практически воскрес, к жене, к детям. Наверное, ему хотелось, как и остальным девяти. Он пошел и поблагодарил. И Господь только ему сказал, вера твоя спасла тебя. То есть вера была крепка для того, чтобы получить исцеление, но не во спасение. Во спасение только вера с благодарностью. Поэтому христианин — это человек, который должен быть пропитан благодарностью. У преподобного Иоанна Лествичника, у него есть советы. В его знаменитой книге «Лествица» в главе о молитве есть советы о том, как надо молиться, чтобы Господь тебя обязательно услышал. Он говорит, начинай молитву с благодарности. Прежде всего, поблагодари. Потом принеси покаяние. В другом месте, в той же книге, он говорит, если хочешь, чтобы Бог тебя точно услышал, сначала помолить за врагов. Но первое, что он говорит, — это вознеси благодарение. Господи, слава тебе за то, что я жив, за то, что я есть, за то, что ты меня сотворил, за то, что в моей жизни есть твоя любовь. И потом уже все остальное. Почему? Потому что благодарный человек — это человек, который показывает Богу, что он усвоил его дары. Человек неблагодарный, или как мы поем в знаменитом тропаре из Страстной Седмицы с несытой душой, от которой надо бежать, которой всегда мало. И это человек, который даров Божьих не усвоил, они ему вредны. И Господь не может их ни продлить, ни умножить. А как этому научиться? А научиться надо просто за все благодарить. Особенно, когда подходит уныние, тоска, печаль, разочарование, усталость, и хочется просить или жаловаться. То ты сначала скажи, Господи, слава тебе за все. А потом уже проси. То есть приучай себя начинать молитву с благодарности. И ты научишься. Не просто научишься благодарить, а ты научишься во всем видеть повод для благодарности. И это будет искренне и по-настоящему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok